Добрый вечер. Сегодня мы с вами будем говорить о профилактике заболеваний желудочно-кишечного травмы. Безусловно, в рамках одной небольшой темы мы с вами не сможем обозреть или даже поанализировать все аспекты этой очень большой и серьезной патологии, но все же наметить основные направления, которые сегодня во власти каждого из нас, чтобы максимально скорректировать те изменения желудочно-кишечного таланта, которые у нас имеют место, мы все-таки с вами можем. Итак, что же объединяет все эти столь различные заболевания? Язвенную болезнь, гастриты, холециститы, желчекаминную болезнь, патологию печени. Объединяем их принципиально три больших фактора. Первый фактор – это фактор питания. Второй фактор – это фактор состояния нашей с вами нервной системы. И третий фактор – это наследственная предрасположенность. Но говоря о наследственной предрасположенности, сразу отметим. Мы говорим «наследственная предрасположенность», а не «наследственная обреченность». То есть не обязательно, если у моих родителей была язва или была желчекаминная болезнь, эта патология обязательно будет у меня. Да, в силу врожденных особенностей у меня есть к этому склонность. Но реализуется эта предрасположенность или она не реализуется, зависит от кого? От каждого из нас. Поэтому очень часто люди и пациенты с этим сталкиваются практически каждый день, списывают в основном все на наследственность часто. Потому что проще всего списать, каждый из нас так устроен с себя, что на кого-то, что это виноват кто-то, наши предки нам дали вот такую наследственность. Итак, первый большой фактор, базовый фактор, это фактор питания. Этот фактор, который объединяет все заболевания печени, желудка, кишечника, желчеводелитной системы. Какие общие рекомендации мы можем дать тем из нас, которые страдают одним или, может быть, к сожалению, нескольким из этих заболеваний? Первый совет, это питаться часто, примерно 4-5 раз в день, небольшими порциями почечника. Наша частая проблема состоит в том, как лиц молодого, среднего возраста, так часто и пожарова, что основной объем питания, который у нас с вами имеет место в течение дня, обычно падает на какие часы? На вечернюю, правда? У кого-то на обед, у большинства, к сожалению, падает на вечер. Утром мы обычно спешим, в обед едим чуть больше, но ужин мы уже с вами душу что отводим, да? Хотя мы прекрасно помним старую народную мудрость, которая говорит, что завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай кому? В рабу. Это умная действительно мудрость наших предков, которые еще не знали, скажем так, классических медицинских основ этого, но их наблюдение показали именно это. Итак, первый фактор, которого мы с вами все часто решим, даже может быть очень часто, это фактор режим нашего питания. То есть, чем меньше мы съедим вечером, тем лучше. Последний прием пищи примерно должен спадать на 7 часов вечера. 6-7 часов вечера это последний должен падать режим питания. Это первый базовый очень важный момент. То есть, часто, дробно, небольшими порциями, по чуть-чуть. Второй момент, то, что относится к заболеваниям желудочно-кишечного талакта, это должны быть продукты максимально химически, термически щадящие. То есть, если у нас есть гастриты, есть язва, есть холециститы, здесь будет хорошо у нас с вами, это отварное мясо, это печеное мясо, отварная рыба, печеная рыба. То есть, жареная, особенно с зажаркой, это то, что при данных заболеваниях нам категорически не показано. Но еще раз подчелкнем, объем этого должен быть небольшой, то есть, несколько раз длину чуть-чуть. Причем, если мы с вами выбираем салта мяса или салта рыбы, это должны быть обязательно нежирные сорта. Нежирные сорта мяса, свинина здесь исключается вообще в принципе, то есть, это идет телятина или поица. Если это идет рыба, такие рыбы, как сон, уголь категорически исключаются, это может быть судак, это может быть хер, это может быть пеленгас, то есть, нежирные сорта рыбы. И когда мы ее готовим, нам необходимо убрать чешую и срезать жир. Это в обязательном порядке. Если мы с вами делаем бульоны, то мы с вами знаем, что для этих пациентов показано, однозначно, что первый раз, когда мы провариваем этот бульон, мы что делаем? Саливаем в обязательном порядке. Очень часто иногда бывает так, что бульон используют то мясо, которое мы не едим. Жир туда кидают, кожу туда кидают, это безусловно ненормально. Тогда бульон будет очень тяжелый, будь он куриный или будь он рыбный бульон. То есть, бульон мы готовим из хорошего белого мяса, кусочка, чтобы бульон был нежирный. Чем-то бульон должен напоминать, старшие поколения это хорошо помнят, бульоны в советских столовых, вы помните, да, они такие были прозрачные, жира там было минимально. Поэтому этот момент является очень важным. Следующий продукт питания, который нам нужно избегать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при язвах, если у нас есть холециститы, заболевания печени, это бобовые. Это соя, это горох, это чеченица. Все бобовые вызывают вздутие желудочно-кишечного тракта, то есть будут вызывать ту симптоматику, которая и так присутствует у нашего с вами пациента. Плюс ко всему, данный продукт питания наиболее часто застаивается в нашем организме. Поэтому данный вид питания, он является для нас не тем, что нужно. Этим в группе пациентов, которые страдают заболеванием желудочно-кишечного тракта, хорошо взять широкий спектр овощей и фруктов. Но в отношении овощей, если у нас есть особенно гастриты, панкреатиты, язвенная болезнь, то есть так называемые кислотозависимые заболевания, то нам данные овощи нужно есть не в сыром виде. Поскольку сырая капуста, сырая морковь нам будут способствовать выделению желудочного сока. Поэтому данные овощи, они являются очень полезными и хорошими, но их лучше всего делать в печеном виде. В военном как бы идет мягко, но мы понимаем, что по иварке многие питательные вещества, которые содержатся в данных продуктах питания, они отсутствуют. И поэтому данные продукты очень хорошо запекать. Это является очень хорошо, и черные овощи являются хорошим продуктом питания. В отношении фруктов. В отношении фруктов здесь нужно подойти индивидуально к каждому отдельно взятому пациенту. Нейтральным фруктом, который в принципе годится практически при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта, фактически годится всем пациентам, это является бананом. Вот бананы это самое нейтральное. То, что можно, если так можно разиться, посоветовать человеку вслепую, в целом узнав его жару. Есть нюансы, когда они не показаны, но в целом бананы это те фрукты, которые можно. В отношении яблок. Если есть заболевания, при которых повышена кислотность, безусловно свежие яблоки, тем более в больших количествах, они не показаны, они будут дать кислоту. Поэтому яблоки мы тоже делаем к киеве. Печеные убирают перед употреблением кожицу, это будет у нас хорошо. Груши будут не показаны, поскольку они способствуют у нас с вами судье, не будут показаны или будут показаны в небольших количествах апельсины. Лимоны лучше максимально избегать, поскольку в них содержится большое количество кислоты, непонятно, она будет оказывать, не совсем мягко говоря, положительное влияние на желудочно-кишечный тракт. Таким образом, первый аспект мы с вами отметили, это режим, 4-5 раз в день небольшими полцами, по чуть-чуть. Это исключение жирной, жареной пищи, тяжелой пищи будет идти. Это хороший баланс овощей, фруктов, если мы употребляем нежирные сорта мяса и нежирные сорта рыб. Но стоит обратить внимание, что если у нас с вами есть болезни кишечника, то здесь количество мяса должно быть сведено к минимуму. Лучше его здесь ограничить рыбой, поскольку если есть колиты, есть энтероколиты, есть тем более и специфические язвенные колиты, то здесь количество мяса должно быть сведено максимально к минимуму, заменено больше рыбы, чтобы организм получал пирог. Но количество мяса должно быть минимально, поскольку если имеет место заболевание кишечника, понятно, что идет нарушение всасывания, идут процессы выражения, гниение, поступающее извне мясная пища, будет только усугублять данные процессы, которые нам являются не совсем хорошими. Говоря о заболевании желудочно-кишечного тракта, помимо фактора питания, необходимо помнить о том еще не только, когда мы едим, что мы едим, а как мы едим. Очень часто, наверное, каждый из нас себя поверит на том, что мы едим, как правило, быстро. Правда ли это? Объективно это в силу времени, я сам очень быстро ехаю. Но этот момент является неполезным, это неправильный момент. Поскольку действительно то, что у нас учили в школе, это остается актуальным, жевать медленно, тщательно пережевывая пищу. Это момент, который является очень важным. И также очень важным является моментом, что первая стадия пищеварения, первая стадия, это стадия идет мозговая. Мы знаем еще, когда Микмалов это спромулировал. И поэтому является очень важным, является очень базовым, с каким настроением мы принимаем пищу. Если мы принимаем пищу, и помню известное классическое произведение, читаем какие-то газеты, смотрим телевидение, где идут негативные новости, то те продукты питания, даже хорошие, которые мы примем, они хорошего эффекта, что не дадут. Если идет мы с вами едим, дома скандал, какие-то крики, то пусть это будет самая хорошая еда, лучше всего приготовлено, самые изысканные блюда, мы понимаем, что тоже положительного эффекта это ничего не даст. И здесь, учитывая то, что у нас в основном присутствует женщина, очень важно мужчине не просто подать пищу, но и знать, как ее подать. Подать ее всегда собаками. Это является базовым моментом. Это действительно очень важно, потому что первая стадия, еще раз подчеркну, пищеварения, это стадия мозговая, когда наш с вами организм, он начинает воспринимать и готовиться к приему пищи. То есть момент является у нас с вами очень важным. Следующим очень важным фактором является состояние нашей нервной системы, которая есть. Мы понимаем, что если человек находится в состоянии стресса, в состоянии депрессии, в состоянии остыния, то есть упадка сил, понятно, что даже хорошие, качественные продукты питания, они хорошего результата давать не будут. Это очень важно нам. Поэтому второй фактор, который влияет у нас с вами на наше пищеварение, является фактором на состояние нашей нервной системы. Поскольку обладочные клетки их стимулируют, для Рус-ВАнус, он подчинен центральной нервной системе, перистальтика находится под контролем вегетативной нервной системы, она под контролем нервной системы. Процессы регионального кровотока, которые обеспечивают всасывание, их тоже регулирует вегетатика, а вегетатику регулирует центральная нервная система. Поэтому очень важным базовым аспектом является наше состояние. И понятно, что есть очень много факторов, на которые мы с вами не можем повлиять. Различные стрессовые ситуации, различные трудности, которые бывают у нас в жизни, они как бы вне нашей власти, но в нашей власти находятся поменять к ним отношения. И вот здесь я как бы вам хочу привести небольшой пример. Мы с одной стороны его с вами хорошо знаем, с другой стороны вспоминаем только тогда, когда касается, к сожалению, часто лично нас. У меня на кафедре несколько есть клинических баз, одна база, это седьмая больница, и там пять этажей идет неврология на садах. И там фактически в месяц умирает несколько человек. И вот очень часто приходится наблюдать ситуацию, когда поступают пожилые родители чаще всего, дети их при жизни не посещают или посещают очень редко. Потом, когда уже подъезжает к больнице катафалк, или к новому катафалк подъезжает, катафалк завален цветами. И невольно про себя думаешь, как бы не осуждая этих людей, но думая. Так, думаю, было бы хорошо, если бы вы доброе слово сказали, когда ваши родители были бы что? Живые. И, наверное, каждый из нас себя часто родил на том, сколько бы сейчас он сказал другого, правда или нет, да, своим мамам, папам, бабушкам и так далее. К сожалению, мы об этом начинаем думать уже потом. И когда мы встречаемся с этим, мы действительно начинаем осознавать, насколько мелкие, смешные даже, те проблемы, которые у нас вызывают дома скандалы, правда, вызывают ссоры. Ведь, как правило, все это возникает из глобальных ищетовищений. Нет, как правило, из каких-то мелочей. И только потом, когда человек уходит, мы уже понимаем, насколько все остальное такое смешное, нелепое, грубое. И вот поэтому, говоря о заболеваниях ЖКТ, очень хочется, чтобы мы пожелали друг другу, чтобы мы сделали вот эту переоценку в своей жизни. Потому что любой скандал, это не только стресс для нашей нервной системы, но это стресс для нашего желчного и кишечного плака. И когда поступают к нам пациенты с обострением их элицистита, гастрита, язвенной болезни, желчекаменной, примерно в 10% идет нарушение диеты, а в 90% психоэмоциональный стресс. Какое-то расстройство, и когда с больным начинаешь беседовать, в 99% скандал в семье, какое-то недопонимание, какие-то мелочи, и иногда даже больной не может потом вспомнить, из-за чего было. И когда беседуешь с родственниками этого больного, и говоришь, ну вот смотрите, ой да, да, вот действительно поругались, вот и так далее, разводят руками, но часто человек уже приходит в состоянии, когда что-либо изменить бывает тяжело. Поэтому еще раз подчеркнем, что говоря о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мы делаем акцент на питании, это играет свою роль, мы с вами говорили, но намного больше и существеннейший фактор, который определяет наше и пищеварение, и всасывание, и работу нашего желудочно-кишечного тракта, всей системы желудочно-кишечного тракта является состоянием нашей с вами нервной системы. Поэтому давайте мы сегодня нашим близким, нашим родным, я говорю, мы потому что у нас присутствует женщина здесь, да, не просто что-то подадим, а подадим это как? С улыбкой. Чтобы нашим мужьям, нашим сыновьям, нашим внукам сразу же бы стало тепло, приятно, у них бы раскрылись сосуды регионального кровотока, улучшилась перистальтика и в полную меру бы заработало всасывание тех питательных веществ, что мы им приготовили. Спасибо. Спасибо.